ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Представьте дом будущего, где все приборы, отопление, освещение приводятся в действие через приложение на телефоне или систему дистанционного управления. При этом смарт-устройства смогут слышать не только вас, но и друг друга, взаимно дополняя и корректируя функции. Наладить бесперебойный информационный обмен между всеми звеньями системы умного дома остается задачей номер один для разработчиков. В доме будущего все приборы будут умными и самостоятельными. Под приборами я имею в виду привычную посудомоечную машину, духовку, зарядную станцию для электромобиля. Все эти устройства смогут получать, анализировать, интерпретировать и передавать информацию. Очень важно, что информационный обмен будет осуществляться не только с человеком, но и с соседними смарт-приборами. Для этого нам нужно написать для всей цепочки единые коды, выбрать, если хотите, один язык. В этой лаборатории, построенной учеными Европейского исследовательского проекта, специалисты тестируют приборы будущих умных домов, проверяя их на совместимость. Результатов их экспериментов с нетерпением ждут производители бытовой техники и электроники. Мы проверяем функциональные характеристики приборов и устройств от разных производителей. И так формируем обширную базу данных. С опорой на нее мы сможем провести сравнительный анализ марок, обнаружить слабые места в разных приборах. Поняв, почему то или иное устройство выбивается из стандарта, мы свяжемся с изготовителем и предложим ему вектор поиска решения. И так придадим импульс для совершенствования линейки смарт-продукции. Исследователи видят наш дом будущего как экосистему взаимосвязанных, гармонично сотрудничающих друг с другом умных устройств и предметов. Смарт-концепция может быть применима и к целым городам, в которых сойдет на нет неэкономичное и неэкологичное потребление. А приборы, транспорт и даже люди смогут производить энергию и потреблять ее. Мы находимся в огромном аккумуляторном контейнере, где, как вы видите, множество отсеков. Один такой ящик способен обеспечить энергией целый дом. Внутри — литиево-ионной батареи. Как вы знаете, сегодня есть множество технологий и видов аккумуляторов, но мы остановились на этих. Это батареи будущего. В скором времени, обещают ученые, европейцы начнут внедрять результаты экспериментальных разработок в свои дома. Задача номер один — сделать смарт-устройства доступными массовому потребителю. Вы должны иметь возможность пойти в супермаркет, купить нужный прибор и не сомневаться, что он прекрасно встроится в уже имеющуюся у вас дома умную систему. Этого можно добиться только через разработку универсальных стандартов для смарт-домов. Производитель должен открыто информировать потребителя о новинках и предоставлять чуткие инструкции. Исследователи напоминают, умные дома — жилища не только комфортное и безопасное, но и экономичное. Их усилия таким образом отвечают европейской стратеге по внедрению цифровых технологий в энерго-сектор. Субтитры создавал DimaTorzok